Павлодарский ученый предлагает повторно использовать воду промышленных предприятий. Учитывая проблемы дефицита пресной воды и грядущего сокращения водных ресурсов, проект весьма актуален. Но внедрение технологии оказалось делом непростым. Галина Трощева расскажет подробнее. Молодой павлодарский ученый Иван Родилюк не первый год занимается проблемой дефицита воды. Идея его проекта состоит в том, чтобы сточные воды промышленных предприятий, очищенные до приемлемого качества, использовать снова в производстве или же в сельском хозяйстве. Но воплотить разработку в жизнь на деле оказалось непросто. Тарификация на данный момент это инфраструктура устаревшая и в принципе финансирование подобного рода технологий по остаточному принципу. Для того, чтобы очистить воду, есть определенный лимит и они этого лимита придерживаются. Но они не задумываются о том, что можно этот лимит снизить, ужесточить свои требования и таким образом отправить воду дальше. Проще говоря, из-за существующих низких тарифов заводам нет необходимости экономить воду. Им легче ее сливать в природные источники, нежели использовать ее повторно или перераспределять. На свои исследования от Министерства науки Иван Раделюк получил 18 миллионов тенге. Павлодарские ученые за прошлый год своими проектами привлекли почти 800 миллионов тенге. Воплощать научные разработки в жизнь им помогает грантовое финансирование. Объемы финансирования ежегодно растут. То есть и министерство поддерживает научные инициативы, выделяет уже в принципе в три раза больше объем финансирования на весь Казахстан. Эти объемы растут, увеличивается количество конкурсов. То есть возможности есть больше участвовать, больше выигрывать. Сейчас реализуется около ста научных проектов. У современных ученых есть реальная возможность проявить свой научный потенциал. К тому же не стоит забывать, что Казахстан принял национальную программу перехода к зеленой экономике. Но если не предпринимать решительных действий, научные разработки так и останутся лежать на полках. Галина Тройщева, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар.